В эфире информационно-правая программа «Дефакто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главная тема выпуска – подробности убийства почтальона в Петриковском районе. В ДТП под Каринковичами погибло два человека. В Гомельской области появилась возможность оплачивать штрафы за нарушение ПДД через интернет. Полторы тысячи рублей – цена жизни человека. Девушку, которая работала почтальоном, убили топором. Преступление раскрыто по горячим следам. Женщина, подозреваемая убийстве, задержана. Первыми тревогу забили коллеги. Работница почты, разносившая пенсию пожилым жителям деревни, не вернулась в конце рабочего дня в отделение связи. На момент исчезновения у неё находились около 1500 рублей, пакет с газетами и корреспонденцией. Свою работу 27-летняя девушка выполняла, передвигаясь по городскому посёлку от дома к дому на велосипеде. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения оперативников Петриковского РОВД попала 42-летняя, нигде не работающая местная жительница. При осмотре принадлежащей ей хозяйственной постройки был обнаружен велосипед, принадлежащий пропавшей женщине. Далее сотрудники уголовного розыска Петриковского РОВД обнаружили тело с видимыми признаками насильственной смерти. Хозяйка домовладения была задержана. Она созналась, что пригласила почтальона к себе в дом, где потом и убила. А кровавленное тело девушки после первичного осмотра было направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. При судебно-медицинской экспертизе трупа, обнаруженного в погребе в агрогородке Копоткевичке Петриковского района, была установлена черепно-мозговая травма. Данная черепно-мозговая травма образовалась в результате множественных ударов тупым предметом в области лица и волосистой части головы, что сопровождалось множественными переломами костей черепа и явилось несовместимым в жизни. При последующем осмотре места происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены спрятанные вещи и деньги почтальона, а также предполагаемое орудие убийства – топор. По факту убийства возбуждено уголовное дело. С ее участием уже проведены первоначальные следственные действия, в том числе проверка показаний на месте происшествия. Женщина не отрицает свою причастность к совершению преступления. К подозреваемой уже применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу создана следственная группа. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами устанавливают все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание, которое грозит 42-летней женщине за убийство – 25 лет лишения свободы. Двум хулиганам из Гомеля привода в милицию оказалось мало. Молодые люди не вняли беседам правоохранителей. Спустя несколько часов из мести совершили преступление и со дня на день они предстанут перед судом уже по уголовной статье. Поздним вечером две компании праздно проводили время во дворах домов по улице Петрусябровки в областном центре. Проходя мимо, одной компании не понравилась вторая. Возникла словесная перепалка, точку, а точнее многоточие, смогла поставить только милиция. Хулиганов забрали в опорный пункт. После проведенной беседы все были отпущены домой. Но один из задержанных не счёл конфликт исчерпанным и на утро следующего дня вместе с товарищем решил выместить свою обиду на машине одного из компаний-обидчиков. С целью отомстить один из обвиняемых решил порезать колёса потерпевшему. Для этого он дождался утра, пока наступило 9.00 часов, подошёл к данному автомобилю потерпевшему, достал нож и порезал два задних колеса. После чего стал наблюдать за окружающей обстановкой. В этот момент его друг стал взламывать дверь автомобиля данного, залез в салон автомобиля, после чего похитил имущество, принадлежащее потерпевшему. Улов злоумышленников был небольшим. Флэш-карта, электронная сигарета и денежные средства, которые к моменту задержания были потрачены на еду и оплату такси. Оперативно выйти на преступников помогли бдительные жильцы многоэтажки. При обходе оперативниками квартир одна женщина указала, где можно найти молодых людей, крутившихся утром у обворованного автомобиля. Подозреваемые заключены под стражу. Дело расследовано и уже передано в суд. Максимальный срок наказания – до четырёх лет лишения свободы. Под Калинковичами лоб в лоб столкнулись «Опель» и «Мерседес». Два человека погибли и ещё два получили травмы различной степени тяжести. 16 октября вблизи деревни Сирот Калинковичского района 43-летний водитель «Опель» «Зафира» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес Виана». По роковому стечению обстоятельств оба водителя приняли одинаковое решение – свернуть на обочину, чтобы уйти от столкновения. Однако аварии избежать не удалось. Легковушка и микроавтобус в лобовую столкнулись на обочине. Водитель «Опеля» оказался зажатым в покорёженное авто. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли его из салона. В качестве пассажирки в машине ехала 65-летняя мать водителя – жительница деревни Малые Автюки. К сожалению, полученные травмы оказались смертельными для сельчанки и её сына. Родственники скончались в карете скорой помощи. В аварии также пострадали 53-летний водитель микроавтобуса и его супруга, которые ехали домой в Мозырь. Семейную пару доставили в больницу, женщину, находившуюся в тяжёлом состоянии, в реанимацию. Примечательно, что авария произошла днём на прямом отрезке дороги при ясной погоде и отличной видимости. На этом участке трассы довольно широкие обочины. Чтобы установить все обстоятельства ДТП, следствие просит откликнуться очевидцев аварии, момент которой, возможно, попал в объектив видеорегистратора. В Гомельской области появилась возможность оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в интернете через систему ЕРИП. Как сообщили в областной госавтоинспекции, когда гражданин признаёт свою вину и его нарушение не связано с лишением права управления и криминальной ответственностью, выписывается минимальный штраф. Его можно оплатить на месте наличными, через терминал или при помощи услуги системы ЕРИП. В последнем случае нарушителю вручают копию постановления с присвоенным уникальным номером. Он разрешает оплатить штраф дистанционно в банкомате, инфокиоске или посредством интернет-банкинга. Важно знать, что штраф должен быть оплачен в течение пяти дней. Причём момент исчисления пяти дней начинается на следующий день с момента совершения правонарушения. К примеру, если взыскание наложено в понедельник, значит пятидневный срок исчисляется со вторника по субботу. Но суббота – выходной день, поэтому рассчитываться можно максимум до понедельника. В Гомельской области проводится акция «Техосмотр». До 30 октября сотрудники ГАИ будут проверять наличие соответствующих документов у водителей. По словам инспекторов, на дорогах региона нередко встречаются автомобили с неудовлетворительным внешним видом и очевидными отметками технической неисправности, что может быть опасным для остальных участников дорожного движения. Профилактическая акция призвана снизить количество недобросовестных водителей, которые не вовремя прошли технический осмотр. Только за два дня акции к административной ответственности было привлечено 300 человек. За 9 месяцев текущего года на территории Гомельской области за управление транспортным средством без договора обязательного страхования привлечено более 2,5 тысяч человек. Госавтоинспекция напоминает, что за эксплуатацию транспортного средства в дорожном движении без заключения его владельцам договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 5 базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф 15 базовых величин. Специальное комплексное мероприятие «Правопорядок» проведено на территории Жлобинского района. В нем были задействованы сотрудники отделов общественной безопасности и криминальной милиции РОВД, 6-й отдельной роты полка ППСМ ОВД Гомельского облсполкома, ОМОНа, отдела департамента охраны, члены добровольных дружин из предприятий и организаций. Всего более 220 человек. На инструктаже личный состав нацелили на пресечение всех видов правонарушений в общественных местах, на предприятиях и в организациях района. В течение двух дней осуществлялось блокирование города путем выставления постов на выездах. Проводилось скрытое наблюдение в местах стоянок транспорта. Патрулировались наиболее криминогенные улицы и микрорайоны. Был усилен контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах в милиции. А также проведена отработка квартир с репутацией притонов, подвалов, чердаков, других мест возможного нахождения лиц, причастных к совершению правонарушений. По результатам специального комплексного мероприятия сотрудниками милиции было пресечено более 330 административных правонарушений. Большинство из них – это нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, а также по линии ГАИ. К слову, на территории Жлобинского района за 9 месяцев 2016 года лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено 267 преступлений. Именно в этом состоянии, как правило, совершаются все тяжкие и особо тяжкие преступления. С целью профилактики пьянства и алкоголизма, Жлобинским РОВД за 2016 год изъято из оборота 4450 литров самогона, спирта и спиртосодержащей жидкости, а также изъято и уничтожено 15 самогонных аппаратов. К административной ответственности привлечено 162 гражданина за нарушение порядка оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта. Самогонщикам и желающим подзаработать на суррогатных горячительных напитках есть над чем задуматься. Борьба с подобными нарушениями будет вестись еще более активно. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Субтитры создавал DimaTorzok